Для того, чтобы испытать адреналин, не нужно далеко ехать. В Мамайском лесу Ставрополя прошли ежегодные соревнования для велосипедистов всех возрастов. Велогонки проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. Соревнования проводятся в честь известного велогонщика и тренера Владимира Константинова, чье имя связывают со Ставропольской секцией «Спартак». О герое велоспорта написана книга «105-я жизнь Акбара», где речь идет о «Звездном колесе» – призе, достойном победителе велогонки. Значит, взрослых участников ждет, что у нас технические участки, они имеют свое название. Например, первое, с чем придется столкнуться на трассе, на взрослые, это русские горки. То есть, овраг, который идет к роднику Чаша, там он сначала начинается с пологих переходов с одного края оврага на другой, потом он все углубляется, углубляется, и последние горки, они как бы такие, ну, довольно-таки серьезные. Там главное не тормозить, и тогда тебя вынесут на противоположную сторону. Кто тормозит, тот уже наверх не вылазит. Мужская трасса – 40 километров, женская – 32. В соревнованиях приняли участие взрослые дети разных возрастов. Самому юному велогонщику – 5 лет. Его дистанция, как и все группы, до 8 лет – 260 метров. Юноши и девушки от 9 до 12 лет преодолевали путь в 5,5 километров. Ребята постарше – от 13 до 16 лет справились с дистанцией в 16 километров. Трасса местами сложная, местами легкая, потому что марафонская трасса состоит большинство из горок и подъемов. Ну вот по времени у меня два круга вышло 54 минуты, а один круг – 8 километров. В соревновании приняли участие порядка 100 человек. На трассе проявили себя лучшие велосипедисты со всего Ставропольского края. Я сам стартовал в 68-м году. Дистанция, конечно, тяжелая. Не для нашей подготовки. Дистанция тяжелая. Все время в гору. В основном в гору, в гору. Много, конечно, препятствий в виде сучков, пеньков, деревьев. Хорошо, объезжай, объезжай, объезжай. Молодой велосипедист. 50 лет не ездил. Вот решил на пенсии глубокой прокатиться чуть-чуть. Молодость помнить. Ну полоса что, эта дистанция, круг мне незнакомый вообще. Первый раз. В общем, что хочу сказать. Очень много таких нюансов. Ну ничего. Падали, вставали, падали, вставали. Ну доехали. Живые, здоровые. Самому старшему велогонщику за 60. Поэтому на велогонке уделили обязательное внимание присутствию медиков и спортдиспансера. А также обеспечили техническую поддержку всем тем, кому нужна помощь во время соревнования.